Следующее, о чем я хочу рассказать, это расширение меню административного раздела Битрикса. Есть два способа влиять на административное меню. Это первый, это без создания модуля, если нам нужно добавить какой-то незначительный функционал. И второй, это создание модуля. Когда создается модуль, нам, как правило, меню необходимо всегда. Нам, как минимум, необходимо пользоваться, предоставить возможность настройки прав доступа к нашему модулю. Рассмотрим расширение меню админки без создания модуля. Есть такое событие, как OnBuildGlobalMenu. Мы можем зарегистрировать обработчик данного события и влиять на административное меню. Есть два места, куда мы можем поместить регистрацию данного обработчика. Это классический init.php и второй вариант, который мы ранее не рассматривали, это admin.header.php. Последний подключается только в административном разделе битрикса и позволяет нам влиять на работу только административного раздела битрикса. То есть те функции, которые нам необходимы только в админке, мы не будем им захлоплять обычно init.php. Давайте перейдем к коду. Первое, это давайте придумаем, что же мы реализуем, какой функционал. Предлагаю в меню избранное сделать выпадающим, оставить там непосредственно нашу ссылку избранное и добавить дополнительный пункт меню. Ну, допустим, давайте просто сделаем, не будем ничего сложного выдумывать. Это будет ссылка на рабочий стол битрикса. Так, теперь давайте непосредственно перейдем к код. Есть у нас init.php. Соответственно, регистрируем обработчик нашего события onBuildGlobalMenu. Делаем функцию. А теперь в цикле пробегаемся по переданному у нас значению модуль меню. Соответственно, у нас передаются по ссылке, если вы заметили, эти переменные. И, соответственно, все изменения, которые мы в них носить, они будут сразу применяться. Нам нет необходимости что-либо функции возвращать. Эта переменная у нас содержит все пункты меню. Соответственно, поэтому мы пробегаемся ее в цикле с помощью forEach. И с помощью несложного if определяем, что у нас текущий пункт меню – это наше необходимое меню, избранное. По двум вещам. Это, соответственно, parent меню должно равняться global menu settings. И неявно таким образом, что у нас иконка страницы равняется такому значению. Таким образом мы определяем, что мы находимся в нужном месте. Делаем проверочку. И теперь что нам необходимо. Меню избранное у нас не является выпадающим. Соответственно, ссылка ведет на непосредственно страницу избранное. Поэтому нам необходимо, если у нас имеется значение, их перенести на уровень ниже. Делаем, соответственно, проверку. Объявляем массив вложенный. То есть вложенные пункты меню. И передаем. Копируем все из вышележащего в нижележащий пункт. Удаляем, собственно, ссылку. Далее. Теперь непосредственно присутствуем добавлением нашего второго пункта меню. Это ссылка на рабочий стол. Здесь добавляем текст рабочий стол. Тайтл подсказку. Соответственно, ссылку. Обязательно указываем языковую константу. И, соответственно, указываем, по какому адресу у нас будет осуществляться подсветка данного пункта меню. Все это дело сохраняем. И проверяем. Давайте обновили. Вот у нас появилась избранная. Избранная настала в подачи пункта меню. И, соответственно, у нас есть ссылка на рабочий стол. Все работает. Продолжение следует...